Здравствуйте, дорогие мои телезрители, мои подписчики на канале YouTube, Голова Садовая. Ну, с вами я, старушка Изергиль, ворчливая и вредная. И сегодня тема картофель. Она будет повторяться еженедельно, потому что буквально через две недели достаем картофель из наших подполей, подвалов и так далее. И начинаем готовить к посадке. Но сегодняшняя тема про картофель, она будет несколько ознакомительная. Я хочу донести до вас, почему картофель нельзя проращивать 3-4 недели на цвету? Ну, как вы понимаете, у меня в руках планшет, и я собираюсь сегодня опять заняться уроком рисования. Потому что, как я поняла, то, что нарисовано, вы воспринимаете очень хорошо и даже не задаете повторных вопросов. Значит, речь пойдет о картофеле, и я хочу нарисовать вам картофель. Ну, пусть он будет вот такой, да. У него есть глазки, где находится сосредоточение его почек ростовых. Как правило, ну, на картофеле вот такого типа, это тимо, я вам уже показывала этот картофель. У него достаточно много глазков, как мы их называем. Значит, и что такое они из себя представляют? Значит, в этих местах сосредоточены почки. Из каждого, вот из каждого глазка выйдет несколько ростков. Я вот нарисую вот здесь на поверхности, чтобы вам было понятно. Выйдет несколько ростков. Вот раз росток, два росток, три. Ну, может быть, три. Но что такое сам росток, вы должны понимать. Росток, это не значит вырастет вот так одна ветка, одна ветка и одна ветка. Ничего подобного. Вот здесь, если вы рассмотрите росточек, которым будет там сантиметрик-полтора, не более даже, вы уже увидите, что вот здесь очень много еще росточков. То есть, каждая из этих ростков, каждый, превратится в куст картофеля. И вы можете увеличить количество посадочного материала, если вы его разрежете вот таким вот образом. По два-три глазка. Ну, и, допустим, с той стороны тоже у нас там глазочки есть, да? Вот, допустим, на три таких вот куска. И на каждом из них по два-три глазка. Но каждый глазок, вот этот глазок, вот он, он будет нести несколько ростков. А каждый росток будет нести несколько боковых веток. И получится, и даже из такого куска картофеля, посадочного материала, получится огромный куст. Но речь сегодня не совсем об этом. Смотрите, рисую вот эту поверхность картошки. Рисую росток. Ну, это пусть будет глазок, да? Рисую росток. Что происходит с ростком, когда вы его первую неделю должны положить его на солнце? На солнце должны положить. Ну, нарисую как есть, вот несколько ростков. На солнце происходит вот что. Сначала позеленел ваш росток. Хлорофилл появился. Не страшно. Держим вторую неделю на солнце. Да? Позеленело все. Позеленело. И зазеленело уже вот так вот. То есть цвет уже усилился. В составе этого росточка появился еще одно зеленое вещество. Это солонин. Уже нельзя есть картофель. Все. И поверхность картофеля тоже стала очень зеленой. А мы наивные держим одну неделю, две недели бы еще ладно. А мы три недели и четыре. Что происходит дальше? Появляется третье зеленое вещество. Индол. Индолин. Это вещество, которое выделяют все живые существа. В основном животные, когда у них ветер в одном месте. Надеюсь, понятно, да? И оно сосредотачивается вот здесь вот, вот на самом кончике вашего росточка. Если в прохладе выращивается, подращивается картофель, то есть для того, чтобы ростки были толстые и крепкие, надо, чтобы было прохладно. Но надо, чтобы было абсолютно темно. Вот этот индолин при попадании в почву, смотрите, вот мы засыпали, да? Засыпали почву и все. У нас тут уже все растет. Пока вот это вещество в течение 14 суток полностью не распадется. Росток не выйдет на поверхность почвы. Понимаете, 14 дней надо, 14 дней. И прогрев картофель, и прорастив его только на солнце, вы получите плохой результат. Поверьте мне, соседи, вынув из подвала картошку, не проращивая ее, добьются лучшего результата, чем вы. А вы нет. Поэтому вы две недели можете себе позволить на солнце, но на две недели перед посадкой в темное, прохладное место, абсолютно темное. Тогда вас ждет успех. Вот на этом я закончу. Всего доброго вам и до свидания.